привет друзья с вами антиквар вы на геройском канале и мы записываем третью часть сценария союз задача на эту серию формулируется крайне просто нам нужно постараться зачистить карту и убить всех врагов вот так вот банально и просто так хорошо для начала мы дабли ману предлагают нам за султана вампира здесь что-то как-то нас щедро наградить но мы не ведемся мы не отдадим нашу накидочку так и мы пробегаем вот этот вот болотистый перешеек и оказываемся там там видимо уже где-то рядом с землями оппонента так септиена качается но пока не получает продвинутой мудрости которую мы хотим поймать так как я уже говорил в прошлой серии ходить второстепенными героями саппорта я не буду у меня все есть для победы понятно что по-хорошему если играть по серьезному то конечно каждым героем нужно ходить всегда есть чем заняться собрать это ресурсы отправить на разведку ну и так далее неплохо бы менять артефакты не забывать да как это делаю я в смысле забываю ладно нам встречается тут же обзор очка что замечательное и мы прыгаем к замку оплота слушайте но если оппонент не насобирал там много очень замков меня нас собирал в подземелье то по идее я бы должен успеть тут всех победить как-то закольцевать эту серию так септиены давайте денек постоим тоже пополним ману ну смотрите наш синий союзник тоже рвется в бой если я правильно сейчас все понял он тоже пробежал свой перешейк и оказался где-то ближе к врагу но пока на самом деле я боев или я просмотрел или не видел стычек наших союзников компьютерных оппонентов то есть посмотреть кто тут кого побеждает не представляется возможно так зеленый некромант под флагом зеленого тут выскочил у нас рядом с гречен воевать нам неким поэтому мы отступим благоразумно так ну а здесь что забираем замок по скелету тут все как активно работают так нам нужно поднять скелетиков хотя может я и рано это делаю ну да поторопился чуть-чуть ладно проделаем этот трюк еще раз и опять я забыл одеть накидочку есть нам заходит логистика я думал сейчас пихнут как не потрепщен нет все хорошо зашла логиста так давайте забежим тут антимагия есть возможно она нам пригодится может еще каких-то заклинаний у нас нет вот он второй город оранжевого оппонента аэрис я так понимаю главный герой бояться его мы не будем ничего он нам не сделает естественно так септиена на что идем разбираться с кем с бычками достаем до них нет не достаем в этот ход но на следующий возможно дотянемся так я хотел посмотреть где там синий резвиться во всю опять же да можно было уйти в подземелье к вопросу что делать второстепенными героями мы видим как вспомогательный герой компьютер если у компьютера вообще есть вспомогательные герои но есть как правило есть какое-то главное есть те кто ему содействую как вспомогательный герой компьютера резвятся в подземелье забирая все что могут там найти посещаем атаку не забываем все-таки поставить накидочку аэрис судя по всему еще и неплохо прокачан но и армия такая ничего себе нет прокачан то он как раз плохо был бы неплохо прокачан может и дела бы шли у него повеселе дракона отправляем на убой но во первых мы его поднимем вторых с таким количеством маны как у нас мы можем себе позволять делать все же хотим том числе и отправлять на убой дракона смотрите какой активный коник до дракона прям обихаживают со всех сторон обихаживают вы и 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 а давайте даже подстрахуемся если честно учет не помню сколько их было После этого боя, да, 506 было, нам дадут порядочное количество скелетиков. Так, слушайте, ну и магия воздуха нам нужна для телепорта, чтобы прыгать побольше. Да, 85 скелетов, 7 потеряли, 85 получили. Неплохой размен. Так, теперь нам главное здесь не пропустить какого-нибудь бодрого оппонента. Который захочет у нас отобрать. Нажитая все тем же непосильным трудом, про которую я так часто вспоминаю. Жалко бычков даже. Хотя под ракончиком продамажили они неплохо. Ну вот и все. Так, вот она, мудрость продвигается. Отлично. И мы все-таки добежим за порталом город. Ну что, теперь вопрос формулируется просто. Успел ли наш враг наворовать где-то замков, где-то под землей, кроме тех, что у него были по праву рождения, так сказать. Обозначим это таким термином. Если нет, то по идее я сейчас со своим количеством маны и со своими заклинаниями, которые у меня есть, все быстренько заберу себе. Надо как-то все-таки тренировать память, честно скажу, чуть-четанчики охраняют денежки. Ну такое. Так, ну что, скелетиков воскрешаем и добиваем. О, еще одни сапожки мертвеца. Пожалуйста, заказывали. Я вот не заказывал, а они есть. Так, ну вот еще один респ компьютера. Что примечательно, независимо от выбранной расы, точнее фракции, все респы на грязи. То есть вот эта грязь на грязи, все респы и случились. У нас кто остался? Башня и замок. Кого мы можем взять? Так, ладно. Продолжаем разговор. Да, синий уже там вовсю тусит в районе как раз башни. Но при этом компьютерных боев я так до сих пор и не вижу. И не видел, и не вижу. Вообще, что-то компьютерные герои куда-то пропали. Ну вот это вот бедало Гассандро здесь носится. Ну нет, там, вон, смотрите, еще в подземельях. Так, кто-то есть фиолетовый появился. Ну да. Беру свои слова назад. Так, да, и вот она вот эта обзорочка, которую засветил Ксарфакс. Ну шо ж, нам остается только забрать замок, да и все. Только и всего. Ну, ради нескольких големов менять артефакты я не стану. Ну и скелетов я терять, конечно, тоже не стану. Так, ну и обзорочка, и все, мы тут светим. Хорошо, стены узнаний почему-то не любят строить оппонент в своих замках. И торгуют с артефактами, нам стать тоже нужен. Давайте мы это постоим, построим торговц с артефактами. А то у нас тут инвентарь уже забился. А, нет, хотя не забился. Ну, тогда вот, тогда не будем стоять. Тогда можно идти. Не помню, рассказывал я уже или нет. Кстати, надо будет еще артефакт их забрать, отбить у Архангелов. Не помню, рассказывал или нет, про то, что в торговцах артефактов, артефактами, артефакты можно не только покупать, но и продавать. Не только артефакты, но и свитки даже, которые вот ты подбираешь на карте. Для меня это соявилось откровением. То есть, я этого не знал. Поэтому всякую ненужную всячину можно с чистой совестью сбросить. Конвертировать в золотую местную валюту, которая имеет здесь хождение. Ну что, кто-то будет сопротивляться захватам замка-то или что? Да, ну, как и предполагалось, как я говорил в первой серии этого сценария, не жду я, что он будет очень сложным. Ну, так, собственно, и получается. Очень сложным он не оказывается. Ну, тут надо учесть вот эти все артефакты, которые я забрал. Ну, прежде всего, пять ко всем. И вот эти две книжки, которые, конечно, мне дали преимущество серьезное. Так, и, кстати, тут ну, какое-то приличное войско. Сидит в замке. Меня даже, типа, убили. Ну, мы же с вами понимаем, что это все ерунда. Что меня, типа, убили. Ну, чтобы компьютер как-то не так хорошо себя чувствовал, можно вот таким образом начать сражение. Ничего себе, надо там по нам пробивать. Это, кстати, было солидно. Прямо скажем. Кстати, давай-ка ты постой, а то что-то я слегка даже опешил от такого напора. А, что у нас так снимают? 14-я защита. А у нас снимают, как будто, я не знаю. Ну, хотя Наги королевы с отличным уроном. Поэтому и снимают. Ладно, маны много. Восстановим. А, хотя, что-то отлично-то я, что-то это. Их же было 49 всего. Я что-то думал, что их гораздо больше полегло. А на самом деле нет. Да, давайте убивать. 15-й лет втеряем. 81 получаем. Чуденько. Да, смотрите, тут во всех замках такой какой-то усиленный прирост. значит, эта проблема не у меня. Так, ну, ничего интересного. Как-то тут уже можно, да, все сразу, разом торговать. Ладно, все разом не будем, раз не помним как. Главное не продать что-нибудь нужное. О, 100 тысяч насобирали. Ничего так норм. Так, отлично. Часики с кукушкой. тик-так. Тик-так. Так, ну что, пойдемте. Архангелов навестим. Так, сапожки ставим. Значит, кто не в курсе по поводу вот этой черной сферы, она убирает сопротивление у существ к той или иной магии. То есть, допустим, у черного дракона иммунитет к магии, да, если применять эту сферу, то дракону можно бить тоже там с ифритами и магия огня, ну и так далее. В принципе, хождение септиена и ее прокачка тоже не актуально. с теми раскладами, что у нас тут есть. Нужно это спокойненько и быстро завершать. Серия получится короче, чем обычно, но из-за общего хронометража что-то тут искусственно растягивать я не буду. Как получится, так и получится. Главное добить ребяток. Ну и что-то я так прям приободрился, а если выяснить, что у них под землей все схвачено, то серия может и затянуться. Уж больно активно они там шарятся в подземке. Кархангелы. М-м-м. М-м. Экспертная логистика и латы титана. Замечательно. Теперь что мы делаем? Теперь мы телепортируемся в Бофьер. ёлки-палки сколько городов-то. Стоп. А, ну да, не туда смотрю. Смотрю на башню, а нам же нужны как бы... а нам же нужны как бы не башни, а оплоты в данном случае. Забежим в библиотеку и двинем забирать два замка. компьютеры между собой так и не и не пообщались. что-то бегают, бегают. Суеты много, а толку мало. По факту. То ли дело вот у танты эффективность это да. зеленый там по направлению к гречи бежит. Так, фиолетовый все ясно. Ну, Сандро, мы тебе такого удовольствия не доставим гречи набежать. Спасибо тебе за все, варвар, ты была добрым другом. Так. Ну и вон грязючка, которая нам нужна. фиолетовый значит все. Это я так понимаю был у нас представитель оплота. Длинноухый эльф. А что-то вот коричневый бегает мимо темницы и не берет ее там охрана какая-то серьезная. Больно или что? Я даже заинтересовался этим вопросом. Как мне не говорить, что Сандро с тем сбродом сейчас пойдет и убьет сказочных драконов. Даже если их там мало. Ну, такая, да, охрана есть, а тут видимо герой и армия какая-то есть. Прокачен он недурственно. Ну, да, тут все-таки 10 плюс Карпикор. Наверное, понятно, да. почему энтузиазмом он не горит. Так, вот обзорочка, которой нам так не хватало, как слепые котята, едва родившиеся станутом, сейчас бродили по респу рыцаря. да. Ну, смотрите, оппонент золотых драконов за шляпу адмирала, точнее, капитана выстегнул. значит, так надо, значит, посчитал, что без шляпы капитана ему никуда. Так, как же это замечательно, что инхам не отнял у нас Вестленд пир. Так, ну что, отлично у нас все получается, по ходам мы все успеваем. Как говорится, и рыбки съесть успеваем, и на лесопете прокатнуться тоже. Ну что, на этом все с осадой. Кончилось едва начавшись. 36 скелетиков. Благодарствуем. Так, а нам нужно прыгнуть к Вестленд пиру. Да, вот тут, наверное, городок-то еще зеленым занятый. Наверняка. Ну, привет, дружище. Какие дела? Ничего себе он так со мной повоевал. Так, а вот то, что труп пропал, наводит нехорошие мысли меня. Ага, и вампир не восстановился. Да, мысли совсем нехорошие. Знаете, какие, нет? Догадались уже? Что у него есть кольцо забвения, которое делает все потери в битвах невозвратными. Ладно, это не суть важна. ну, точнее, как? Это как бы важно. Ну, с этим можно жить. Так, тебя тоже надо бландить. очень уж тебя много. Ага. Ну, на самом деле, нам сейчас будет нужно все равно батарейки перезарядить. Можно вот так все быстренько закруглить тут. Да, кольцо забвения так и есть. А, якобы войны. Ну, чудно же. Так, акубы войны вот сюда у нас станут. Щитка никакого нет, да, интересного. Так, а мы, кстати, можем вот так же еще сделать. Опа, эликсир жизни собрали. Дает всем живым существам плюс 25 к здоровью и способственность регенерировать 50 здоровья каждый раунд. Вот это круто. Это все работает. А вот этот арт. Так, ладно. ладно, ладно. Так, я что хотел сделать? Я хотел вот сюда прыгнуть к нам домой. Ветер теней. И чуть-чуть собрать войско потери восстановить. и гейтвейда. Да, здесь ману пополним. Ну, как-то так. Отлично. Теперь от нас никто не убегает. А я думаю, что-то он как бы не убежал. Дрался до победного. А там наручники. Ну, и отлично. Нарручники и хорошее дело. Мы не возражаем, что они у нас появились. Так, опять я записываю поздно. Что-то глаза уже слипаются. Поэтому прошу прощения за не слишком активный, я полагаю, комментарий и не слишком бодрый. Стараюсь сделать все, что могу. Так, кто-то у нас тут... Да, нет. Где оппоненты-то были? Что-то я отвлекся и мог уже кого-то и упустить. Так, вот у нас здрасте, Аделька есть. Аделька. Адельку будем наказывать. Сапожки не одеты. Хорошая армия, прокачка такая себе, конечно. 22 чемпиона, да, это солидно. Это очень солидно. так, чемпионов тоже мы останавливаем. так, ну что, и кто у нас остается? Вы все, да? Так. Чемпионы. Интересно, вампиры потянут против них один на один или нет? сейчас мы будем проверять. Сейчас мы кинем еще замедление, чтобы скелеты наши не страдали. И проверим. Слушайте, ну да, вампиры тянут без проблем. Ну, правда, у нас еще характеристики такие, что грех не тянуть. еще и тактика базовая дается. Нам как бы ни к чему уже. ладно, чтобы была красивая прокачка. Это красивая прокачка, ничего не скажешь. Так, врубаем полет и нападаем на белый камень White Stone. Так, у нас есть что-нибудь эффектное? Есть. Как-то чтобы сохранить, сохранить, сократить длительность этой боюшки. Так, ну, все. Все отстроено, все замечательно. Ну, что, теперь вопрос в том, что есть ли не сказал, есть ли жизнь на Марсе, да? Теперь весь вопрос в том, есть ли у оппонентов города под землей. Если есть, то это потребует еще некоторого времени. Если нет, то соответственно в скором времени враги сами собой ликвидируются. И будет как в том фильме. Были демоны. Мы этого не отрицаем, но они сам ликвидировались. Чего я им и желаю. Так, оранжевый где-то здесь тут где-то здесь лазает. здесь нет. Ладно, не суть замков здесь много, если что, я прыгну куда надо. Так, на самом деле можно не менять вот этот вариант. Я имею ввиду сапогами, да, не выставлять плащ короля нежити, прикольно, что он есть, но просто мне важнее сейчас далеко бегать. Так, где-то я видел вход, а, вот он ты, дружище, уфритин. Уфритин. Давайте, кстати, разведаем тут слеганца. Не так ты нам и важен. Такой уфритин, если что, пропадешь к ночи. Хотя это я должен к ночи пропадать, все-таки за некров играем. Но тут смерть, зло и адское пекло берут вверх. И в основном за счет смерти. Адское пекло и злость, ярость степей только карту нам открывает. Но особо ничего не засветили полезного. Так, зеленый здесь мечется. Адулаидка. Да, давайте согласимся. опять же чтобы времени тратить потому как что-то у меня есть стойкое предчувствие что замки у них все-таки под землей есть чтобы не уснуть тоже зевая чтобы не уснуть до этого радостного момента когда враг падет нужно все делать максимально быстро переносить игру еще на следующую серию точно не будем этот сценарий не заслуживает так вон откуда зеленый лезет а слушайте вот тут же я да сделала живой лучше у них должен быть замок все 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 это что-то я подтупливаю может у них что-то и под землю есть но там-то у них есть совершенно точно так где нашлось лампир вот он он урин 5 15 4 11 интересная прокачка ничего не скажешь да прям даже как-то уже обидно за оппонентов если можем такой рыб как шлем нашли получше и щиток нашли получше чем давно и чуть не отделил ладно что тогда я прыгаю в white stone врубаю полет и двигаюсь на запад сам далеки цветовый титана охраняет да там у зеленого скорее всего тоже этот замок пиратский насколько я понимаю по специфике карты на перешейках стоят именно пиратские причалы да все таки играть в союзе против компьютеров смысла нет в том плане что у компьютеров и так шансов то не много если карта не предполагает какой-то имбовость для них изначально когда еще и союз стоит ну это вообще им ничем хорошим не светит все да оттворился заклинание ну да на завтра добегаем отлично и забираем город потом под землю надо будет лезть вообще хотелось бы чтобы мои дорогие союзники сделали хоть что-нибудь полезно из хотя бы засветили где у них города врагов землю героев много толку мало это бегают бегают мне кажется я уже жаловался на это да так вот оранжевый забрал себе замок ясно понятно так вот я рядом с этим замком кстати вылез что неплохо ладно сейчас вопрос времени причем но я рассчитываешь не очень долгого всех отловить они конечно разбегаются как тараканы когда в темном помещении внезапно включаешь свет но этого мне опыт жизни студенческом общежитии говорит довелось насмотреться на этих не самых приятных созданий ух ты какие могилки воина эпичненькие так угу слушайте а там оранжевый то да как себя тоже не очень хорошо ведет бежит к нашему замку кстати а кто тут у него уфритин может не есть кого нанять да как бы до уфритин прекращайте вот фьор наш он же побеждает уфритина я правильно понимаю ну наверное да мы можем причем даже вот так сделать отлично сюда нам не нужно будет метаться бежать и прыгать так сейчас 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 вот сюда я подбегаю и портал так мифал это основной герой стартовый да фиолетовый все-таки был представитель башни да да это халон у них был главный его мы упокоили еще раньше так ну что но кто еще у нас тут появится кстати очень неплохо что один из трех компьютеров уже приказал долго жить меньше существ за кем надо убежать сандру настиг таки нас нашего тунарчика мефала на нас еще сама и нападает но видимо это должно свидетельствовать о том что дела у нее плохие назовем это так не будем затягивать манны где-то наворовала так дракон будет принимать там бой неравный так кого-нибудь надо ослепить случайно все не умерли случайно все не умерли воскрешаем и заканчиваем так у мефала ничего прям особо интересного то и не было примечательного так а где то же да вот он оранжевый еще джеллар бежит к нашему хитчгроуф как переводится хитчгроуф я к своему стыду не знаю но это и не важно главное что мы джеллара отловили и уничтожили его и вместе с ним всех зеленых ребятушек так так прыгаем в бестленд пир и оттуда уже наверное мы побежим вот сюда в портал поскольку зеленые лезли именно от регулярно с завидным постоянством возможно сейчас их отыщем ну все остался один оппонент да но конечно компьютерный союзник бесполезный бесполезный просто вот я даже не думал на сколько не подозревал на сколько точнее так звучать будет правильное только времени тратят на своих вот этих вот перемещениях нездоровых так слушайте на зеленого много тут еще такие лабиринты что конечно черт ногу сломит так и непонятно где замки то могут быть да ну где то да наверное куда то сюда так по логике вещей если в таких вещах усматривать логику да все таки затянулась эта история и хотелось конечно чтобы это все было пободрее так кстати надо посмотреть у меня максимальный или максимальная или скоростью вражеских оппонентов стоит у вражеских героев поскольку это ну очень все долго и нудно давайте глянем нет скорость врага можно еще увеличить так а вот он и замок отлично во смотреть на это эстетики маловато зато скорости очень здорово экономится ну и не поймешь где враги на самом деле где друзья я на следующий к следующей игре уменьшу скорости просто сейчас реально что-то я замотался а он ничей не это замок очень мило да очень мило так где же вы засели то ребята где же вы засели ну наверное еще один замок должен располагаться где-то здесь да тут по идее 4 где-то вот здесь как сюда по-быстрому пролезть это у нас вот отсюда возможно да ну давай попробуем проверим эту догадку так ну поверхности у них замков нет все наше самый противный момент когда ты бегаешь и пытаешься найти оппонентов ну да ну привет нет все таки не будем терять так уж совсем то не за грошь наших скелетиков давайте сейчас их воскресим ну что такое не могли ударить один одного другой другу так даже не могу сказать какой по счету город в общем очередной остается надеяться что это действительно был последний город на карте ну и надо как-то сообразить да вот он он тот же бафиер пришел точнее к тому же бафиеру да не хочу я уже тут переигрывать с такими непонятными отрядиками так а вот кстати я нашел артефакт который мне хочется а раз королю нежити хочется то что нас может удержать мне об этом ничего не известно о таких силах которые способны нас удержать что дрости давайте мы так чтобы везде успеть Так. Угу. Есть. Крылышки. Хочу, хочу. Да, вот крылышки я хочу. Так. И где-то к нам бежал оппонент к какому-то городу. Угу. Лорд Харт. Не уверен я, что мне хватит ходов. Чтобы на него напасть. Ну да, не хватает чуть-чуть. Но бежать мы ему не дадим. Давайте я наверное скорость все-таки уберу. Что-то меня раздражает, если честно. Вот эта вот ускоренная анимация, что уже перед глазами рябит. Потратим еще немножко ходов. Так. Так. Так, так, так. Ну да, все уже. Зеленый сам на нас бросается. Это означает, что... Зеленый сам на нас бросается. Холодная душа. Телепортируемся. Это означает, что замков у него не осталось. Практически наверняка. сандро убиваем так давайте не знаю в полцу прыгнем просто чтобы не стоять посерить карты ребят но вы хоть последнего оппонента отловить убейте должен же у вас какой-то смысл существования быть в этом мире не просто живут но это же просто капец бегать собирать тележки которые дрова приносит это же печаль какая-то так зеленый слушайте но по крайней мере не последний зеленый да то есть там вот он один шакти где-то еще один выбежал так ладно давайте смотреть как мы к шакти можем как-нибудь подобраться ну через драгонейт можно попробовать поближе к нему хотя бы оказаться и уже дождь и диманов нет ребята ну как так можно и уже потом напасть и надо понять где еще один товарищ этого же салат винь кого окраса которого мы видели шакти там деваться некуда есть только развернется побежит обратно к лодке но опа папа папа как мне свезло то так шакти то есть у нас вот он он на поверхности а крестьян чуть не увел у пещерный мрак благо вот мне везет с тем что оппоненты не добегают на городов ну такая армия у него до плюс-минус какая-то понятная давайте подеремся даже не откажем себе в удовольствие разбить оппонента так где то есть еще одни канала ну да крыльян достоином как-то криво там бежал так ну и что последний у нас это шакки будем надеяться прыгаем в колд сон еще у нас есть есть ну что все финал очка давайте даже я бой с тобой проведу лично подчеркну так сказать его значимость ну все что нет не все нет не все смотрите-ка не все еще где-то зеленый еще есть интересно но я надеюсь просто герой есть они город потому как шерстить тут мрак весь этот ну такое себе удовольствие прям ниже ниже среднего похоже что да похоже что последний а вот где ты был я не понял если честно так ладно ну так по карте искать когда ты не понял это дело неблагодарное давайте ману задаблим 1160 мана это же праздник жизни какой-то ну куда и нам ориентир чтобы мы прыгнули тебя убили еще одни наручники лежат чем до 5 артефактов тут на эксельке на ход овской просто завалить завалить так ну где-то приятель ну неважно где был этот приятель опять я его не идентифицировал местонахождение но главное что победа осталось за нами фух друзья мои я что-то прям устал от окончания этой миссии все это было долго интересно в конце но я рад что вы справились досидели тоже со мной до самого финала с вами был антиквар эти мучения заслуживают поднятого вверх пальца подписки на канал играйте в самые умные игры а именно герои меча и магии получать от этого массу удовольствия всем пока что tú